привет всем несколько недель назад я получила письмо о том что магазин на алиэкспресс хочет на обзор отправить мне ткань ну как можно отказать никак давайте открывать это сто процентов dolce gabbana стиль это стопроцентный хлопок очень мягкая ткань не растягивается посмотрите чуть ближе на сайте там у них есть три вида такой ткани есть с черным фоном есть вот это вот с темно-синим есть с белым я с черным не очень люблю это слишком контрастно для меня с белым мне кажется будет просвечивать а вот темно-синий как раз самое оно летнее время весна очень уже близко к нам пора и думать об этом теперь вопрос что же я буду шить сначала я думала шить платье рубашку из этой ткани но поняла что наверное ее будет слишком много и нужно сшить сарафан который я в прошлом году хотела себе сшить так и не сшила и наверное сейчас я буду рисовать эскиз чтобы точно понять как это будет выглядеть давайте наверное нарисуем даже трафарет так Смотрите продолжение в следующей серии. Магазин называется Blankitten. Давайте его немножко вместе с вами посмотрим. Вот первая ткань, которая мне бросилась в глаза, когда я с этим магазином познакомилась и начала переписку с Шану. Замечательная девушка, очень приятная. Хотела вот эту ткань на скатерть новогоднюю, но поняла, что пока дойдет из Китая мне эта ткань, уже и Новый год пройдет. Так бы это и случилось, поэтому свое мнение я изменила, когда увидела вот эту ткань, которую вы видели уже у меня в наличии. Это хлопок, как я еще раз уже упоминала, из трех цветов. И я скажу по тому, что я вижу темно-синяя ткань, вот на какая на сайте, вот на такая в реальности. Я думаю, что черное и белое ничем не отличаются. Вот посмотрите, видите, как белое просвечивает. Обратите на это внимание. Если вы собирались делать подкладку или у вас будут нижние платья, то белое будет выглядеть очень нежно. Ну а черное шикарно будет выглядеть на контрастных девчонках с контрастной внешностью. Дальше можно еще полистать. Очень много у них и полиэстеровых тканей, но я всегда смотрю на натуральную. Вот, к примеру, вот этот хлопок. Возможно, он не годится для одежды, для взрослой одежды, а для детей очень было бы здорово. Для мальчишек какие-нибудь рубашки, например. Вот эта ткань классная, с перьями. В принципе, с вот этой темной тканью можно сшить такой же аналогичный сарафан, если цветы в данном случае не очень нравятся. Я вообще не любитель цветов, но вот эти меня покорили. Наверное, вот если бы не они, то я бы взяла вот ту ткань в перышки. Есть очень много принтов, есть, опять же, трикотажные ткани. В общем, если вам интересно, вы можете зайти и посмотреть магазин в соответствии с своих собственных желаниями. Ну, а далее идет подборка фотографий с похожей тканью примерно, похожих фасонов, которые я бы хотела сшить. Мое вдохновение. Вот этот сарафан с застежкой посередине на пуговицах. Правда, внизу идет еще такая окантовка красивая. Вот это платье тоже в похожий принт. И можно сказать, что это, скорее всего, платье-футляр. Далее платье-футляр, но идет как бюстье сверху. За такую работу я не возьмусь. Это сложно для меня. Вот платье-подборка прям на реальных женщинах с такой драпировкой. По-моему, вот это платье такое же, только в другую расцветку. Но драпировку я делать не буду. Я не хочу добавлять объем. Аналогичное платье, но в другой расцветке. Предлагают его носить с пальто, в тон, в цвет, в цвет фона. Вот платье. Здесь я хочу вас предостеречь, если вдруг вы соберетесь тоже шить такой сарафан. Узкая талия, красивые бедра. Ну, прям как у меня. Единственное, что я не могу такое сшить из моей ткани, потому что нет в ткани эластан. Эластан самое важное для такой обтягивающей посадки. Лучше сшить вот так вот. Лиф по фигуре, а юбка со складками. И тогда и карманы можно сделать. Или даже вот так вот. Но насчет такой сборки я еще подумаю. Мое сердце лежит ближе к вот такой посадке по фигуре. Смотрите, здесь обтянуты пуговки. Застежка идет на петельки. И внизу еще такая красивая, интересная бахрома. Но это как вариант. Бахромой я вряд ли буду делать. Скорее всего, я буду шить вот такое вот платье. Но при этом дам больше прибавки по бедрам, чтобы когда руки у меня в карманах были, вот так вот, видите, пуговицы не расходились. Мне это не нравится. И вот тот же сарафан, но уже не на модели, из которого, как вы поняли, я и срисовывала свой трафарет. Вот, шить буду чуть позже. Еще в плане у меня пошив пальто, куртки. Ну, а потом возьмусь уже за весну, лето. Надеюсь, вам понравилось это видео, эта ткань. И если вам интересно приобрести ее, то ссылка на магазин внизу. Ну, а мы с вами встретимся в моем следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok